Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием, по данным Роспотребнадзора республики, выявленных 123 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых большинство случаев, 70 случаев, приходится на районы нашей республики. В столице республики фиксируются 53 случая. Необходимо обратить внимание, что большим количеством случаев отмечается Мегино-Кангаласский район и Мирненский район. В Мегино-Кангаласском районе отмечается 16 случаев. Часть случаев представляет собой в том числе и случаи, вызванные празднованием новогодних праздников и, соответственно, большим семейным праздником, который не обошелся без практически полного вирусоносительства и заболевания в семье. Большое количество случаев в 12 фиксируется в Мирненском районе. К сожалению, вновь появились случаи в отдаленном таком районе, как Жиганский район. И фиксируются случаи по 8,6 случаев в Алданском и Ниренгринском районе. От одного до четырех случаев зарегистрировано в четырех районах республики. За сутки проведено исследование 1463 на новую коронавирусную инфекцию. Управление оперативным штабом республики принято решение вновь об увеличении количества тестирования граждан. Для того, чтобы сегодня непосредственно как можно больше граждан у нас попало прежде всего в массу возможностей, в том числе и излечения заболевания, если вдруг оно выявляется. С этой недели увеличено количество лиц, которые подлежат вакцинации от коронавирусной инфекции, категории лиц на территории республики Саха-Якутия. Поступившая в город Якутск вакцина сегодня у нас использована в полном объеме. Вчера поступила новая партия ДОС вакцины 2200, которая также будет распределена по городу. К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины порядка 22000 доз на территории республики. И, соответственно, вакцину в том числе получат и наши промышленные районы Мернинский, Алданский, Нерингринский. И, соответственно, сегодня ставим задачу, так как у нас на настоящий момент из действующей партии всего использовано 55%, все они использованы в городе Якутске для того, чтобы наши сельские районы в том числе усилили в этом направлении непосредственно вакцинацию. Поэтому я призываю граждан республики через поликлиники по месту жительства, которые относятся к категории медицинских работников, учителей, работников правоохранительных органов, работников, работающих непосредственно с населением, прийти на вакцинацию для того, чтобы непосредственно ее пройти в поликлиниках по месту жительства. Вакцина, которая пришла сегодня по линии Министерства здравоохранения Российской Федерации, является вакциной российского производства под наименованием «Спутник-5». Основными противопоказаниями к вакцине сегодня медики определяют и перед самой вакцинацией, значит, соответственно, проводят беседу, соответствующую медицинский работник. Являются прежде всего противопоказания, связанные с беременностью и с кормящими мамами. И есть ряд противопоказаний, которые связаны с заболеваниями аллергического характера. Медицинский работник перед вакцинацией выясняет все эти обстоятельства, только после этого допускает гражданина на вакцинирование. Вакцинирование, в отличие от вакцинирования, которое проходило ранее на территории республики, оно более является трудоемким и, соответственно, занимает больше времени. Поэтому любые, значит, делается все для того, чтобы схема была четко, чтобы не было никаких очередей при вакцинировании. Поэтому при записи большая просьба приходить строго по времени, которая определяется у вас непосредственно именно в записи как таковое. Вакцинировать на предприятиях с выездом сегодня наши медицинские организации готовы только в том случае, когда будет подана большая коллективная заявка, и работодатель сможет обеспечивать холодовые условия хранения вакцины. Вакцина ставится два раза, значит, в две дозы с разницей 21 день. Соответствующее разъяснение Министерство здравоохранения разместит у себя на сайте. И, соответственно, значит, будет они доступны для всех граждан. В связи с чем, значит, ну, я также призываю, безусловно, сохранять свое здоровье. И в том числе для того, чтобы не распространять инфекцию дальше и не подвергаться ее заболеваниям. Соответственно, значит, пройти вакцинацию в наших поликлиниках республики Саха-Якути. Продолжение следует...